Девушки отдыхают Девушки отдыхают Официальное лицо неудач и стендапа в Узбекистане Тарас Касымбаров Так, у нас официальное лицо самого смешного женского юмора Сивич Официальное лицо Чикатило, она Стас Попов Так, у нас фокусник, иллюзионист, гений обмана Дмитрий Борюков Девушки отдыхают Так, у нас А, блядь, точно Марат Спасибо, но я сегодня буду, блядь, раздавать пиздюлей с ним ничего не карать Да похуй вообще Давай, блядь, давай Мы ее еще и гуглим Но ребята, как бы, сами о себе дали некую информацию На всякий случай я ее произнесу вслуху, хорошо? Марат Бегинеев, арт-директор закрывающихся заведений Манас и Бурдильных, блядь Кстати, Марата назвали в честь Марата Башарова мудаком, знаете еще? Записывайте, блядь, записывайте Ты готов? Все, пизда вам, Тарас Касымбара вас будет жарить Сегодня у нас один из прожарщиков Анастас Попов Анастас Прекрасин Я его очень люблю, потому что у нас с ним много общего Например, рифма Анастас бросил стендап в 2021 году А, блядь, тут медленнее надо говорить просто Да вас просто хуево доходит, блядь, ну включите мозг Так, Анастас Попов бросил стендап в 2021 году И всем похуй Сегодня триумфально вернулся и такая же реакция Так, ну что ж, давайте к гостям перейдем Посмотрите на эту прекрасную троицу Эти ребята просто эталон, образец мужской анатомии Если посмотреть на монарха Это мизоморф Марат это эндоморф А это эктоморф А Дима это мальчик, которого первого изнасилуют, если что, в камере Я... Спасибо, Тарас Дима похож на вот этого русского вашего друга Который все время говорит, что отсюда надо валить И по какой-то причине, блядь, 30 лет не уезжает Я... Дима популярный чувак Его популярность сейчас на таком уровне Его узнают только те, кто его и так знает Я... Было очень интересное событие В жизни Димы В какой-то момент его выступления стали показывать На телеканале Зор ТВ И его жизнь очень круто изменилась Он стал смотреть телеканал Зор ТВ Между прочим, друзья, кроме шуток Перед вами лучший иллюзионист страны Поверьте того, что другим фокусникам просто похуй на это Я... Когда перед вами выступает Дима Вы должны помнить две вещи Что это лучший иллюзионист страны И то, что скоро будут приносить горячее Я... Дима попросил, чтобы не было никаких избитых шуток про фокусников Поэтому, если после выступления меня обострут голуби Значит, Дима обиделся на выступление Дим, я решил пойти тебе навстречу И вместо показывать фокусы Вместо словосочетания показывать фокусы в тексте И я заменил на заниматься анонизмом Так, и небольшая история про Димы У Димы огромный опыт в занятиях анонизмом Десять лет Но не все шло как по маслу, понимаешь? Было время, когда ему приходилось передергивать на юбилеях На свадьбах На свадьбах И самое ужасное, что постоянно приходилось передергивать на детских мероприятиях В какой-то момент Диме это стало невыносимой Он не мог больше дрочить Он просто устал Но он собрал свою волю в кулак Представил себе лицо своего кумира Амаяка Акапяна И еще раз перезернул И продолжил дрочить с новой силой Он участвовал в различных фестивалях дрочеров в Москве В Ташкенте И вот перед вами легенда отечественной дрочки Посмотрите на него Лично мне очень интересен его талант Я смотрю на него и просто мне очень интересно Особенно вот этот номер, когда ты дрочишь в смирительной рубашке и в цепях Ну что ж, едем дальше Еще раз посмотрите на эту прекрасную троицу Мне кажется, если бы нас снимали Мстителей Они выглядели именно так Посмотрите Колдун Качок И Марат Братишка режиссера, блин Марат На самом деле, друзья мои Марат Он сказочный персонаж Марат Кентавр У него тело человека А вместо башки жопа лошади У него... Бля, драки не избежать Он как Эйс Вентура Он может говорить жопой лошади Марат выглядит как очень пиздец успешный сантехник Моя Спасибо! Спасибо! Бля, да вы заебали, у меня еще половина Когда он чинит батарею, у него тоже видно половину жопы Но там еще татуировка свек Марат, тебе самое время заняться какими-то добрыми делами Потому что... Моим лицом, да Моим лицом уже занялась биология Короче, Марат занимается благотворительностью Зимой, когда холодно, в его складках могут погреть руки десять бомжей Если Марат сунет член в пылесос, то никто не удивится Мы не живем вместе с ним Откуда ты знаешь... Посмотрите внимательно на Марата Это же выросший ребенок из рекламы сока Вот этот Вместе мы фрактовый сад А я Марат Я тебе рад, бля Есть еще режиссерская версия типа А я, Марат, ебала как квадрат Я, Марат, могу въебать Да, Тарас Марат такой человек, знаете, он переставил будильник на попозже Потом еще раз на попозже и проебал нахуй этот ресторан Бля, было Бля, было Было Раз было Так, ну что ж, Сергей Монарх Рос сто девяносто шесть сантиметров Вес сто шесть килограмм Привитый, шерсть гладкая Посмотрите на Монарха Он выглядит как игрушка Капитан Америка, которого положили в микроволновую печь Тело еще держится, а ебальник поплыл Мне кажется, из Монарха выйдет просто идеальный русский суперзлодей Но посмотрите на него Он просто идеальный русский суперзлодей из какого-то голливудского фильма От него идеально звучит фраза типа Матрешка, ебаный балалайка Монарх очень интересная личность Когда он приходит на камнюшню, на него возбуждаются лошади И еще на своем наконячем говорят, что он монарх Наверное, как Екатерина Самый-самый последний интересный секрет про монарха На самом деле у него прекрасное тело Потому что собрали все его морщины и собрали на ебали Все, всем спасибо, пока Увидимся, видимо, никогда уже Было смешно Про дрочку Ладно, это над вам, видишь, это я специальная пасхалка Вам нужно пересмотреть выпуск Там вот было выступление Тараса Сивенч понравилось Тоже очень Сивенч Язова, давайте поаплодируем Всем здравствуйте Шутки Анастаса, как узбекские девушки, интересны только родственникам Анастаса утверждает, что родился в Черчаке, но всю жизнь живет в Ташкенте Так вот, каждый день приезжать из Черчака не значит жить в Ташкенте Дмитрий Дмитрий иллюзионист, в простонародье мошенник Мошенник У Дмитрия в био написана магия в любую точку планеты, но, судя по всему, на нашу страну это не распространяется Дмитрий иллюзионист, он может вытащить из шляпы желание жить в такой профессии Кто-нибудь смотрел иллюзию обмана? А вот Дмитрий, походу, не смотрел Дмитрий такой иллюзионист, который сам удивляется, когда у него что-то получается Каждый раз, когда Дмитрий хочет спрятать в шкафу своего парня, он говорит, что это фокус Если удалить ненакрученных подписчиков Марата, то останется только фотограф Югай, потому что даже мама написала Марат выглядит так, будто украл свою жену на лошади, но не определился и решил оставить только лошадь Марат похож на борца, который борется с лишним весом Марат часто поет в душе и, судя по запаху, это все, для чего он ему нужен Ты меня понюхай Первый поцелуй Марата был в 16 лет, а потом этого мужчину посадили В инстаграме у Сергея написано «здоровье и красота» Это пишет человек с диабетом и недовязанным свитером на голове Жена Сергея так его не любит, что незаметно добавляет ему сахар в чай Жена Сергея не переживает, когда находит у него длинный волос, она переживает, когда находит короткий Спасибо И если вы боитесь, что после прожарки Сергей вас ударит, просто нарисуйте круг из сахара вокруг себя Что понравилось? Понравилась атмосфера, понравилась очень классная Оля, понравилось пиво Что не понравилось? Не понравилось, значит, монарх не понравился Аплодируем, Анстас, пошли Севинч не любит детей, поэтому она их не глотает, а сплевывает Ну а чё, бля, ей можно, а нам нет, что ли, бля? Дима выглядит как молодой пиздюк Ну вот реально, посмотрите на Диму, это же реально каждый из нас в детстве, когда мама с собой на работу взяла, ты сидишь, ждешь, когда домой поедете Мне кажется, Марат Бикинеев занимается армрестлингом, он часто соревнуется со своим членом и выигрывает Другим членом Марат пока что проигрывает Я очень осторожно подошел к написанию шуток про Сергея, потому что не хочу с ним драться после выступления Ну не потому что он сильнее меня, а потому что он выглядит так, что если его сильно ударить, то он развалится на двух качков поменьше Те качки тоже развалятся на двух качков, еще поменьше, и по итогу у меня отпиздит толпа карликов-качков И Марат, бля Толпа карликов-качков и Марат, бля В биографии Сергея есть такой пункт, как снялся в четырех местных фильмах Как бы вам объяснить, Сергей, в общем, это не всегда фильм, если дети вас снимают на камеру и кричат, смотрите, лысая горилла У всех качков, как известно, маленький член, Сергей не исключение Когда женщины смотрят и удивляют, Сергей это объясняет тем, что член на сушке У меня все, всем спасибо Особенно мне понравился Камил Джалилов, мне понравился Хабиб Нурмагомедов Значит, понравился Конор Макгрегор, понравился, значит, Маргин Штерн Вся гуйня, которая произошла, она мне очень понравилась, спасибо большое Ребят, спасибо большое, у вас охущее чувство юмора и самое важное Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok